На счету семь спасенных жизней. Каждый день на Варенгойце ездят по дорогам города и за его пределами. Одни возвращаются из отпуска или едут в теплые края, другие с работы. Одна такая поездка закончилась для Александра Воробьева не совсем обычно. Возвращаясь домой на своем автомобиле, после трудового дня молодой человек чуть не сбил семейство уток. Александр успел остановиться. Мама семерых утят улетела и малышей пришлось забрать с собой. О новом доме пернатых расскажет Елена Золотилина. В этом гаражном кооперативе есть настоящий живой уголок. Среди инструментов и запчастей для машины в самодельном вольере живут семь диких утят. Они оказались здесь совсем недавно. Александр Воробей ехал с работы. Дорогу смело переходила утка с выводком. Александру чудом удалось объехать птиц. Те в свою очередь продолжали уверенно топать дальше. Потом через железную дорогу, а там магистральная, и тем более там ни рек, ничего нет. Они бы погибли, тем более дикие собаки там тоже бегали. Мы решили их забрать. Мать не удалось поймать. Если бы поймали, сразу на озеро бы отвезли и выпустили. Полтора часа по окрестным кустам Александр вместе с напарником собирал юрких утят. Когда стало понятно, что мама утка уже не вернется, решили отвезти спасенных во временный приют. Утки – животные водоплавающие. Об этом молодой человек прекрасно знает. Поэтому надул посреди гаража маленький бассейн. Правда, вариант этот оказался неудачным. Утята разлили воду, и вся обстановка пришла в негодность. Пока малыши продолжали разгром, спасатели думали, что с ними делать. Решили утят отвезти в детскую экологическую станцию, хотели туда отдать. Но там сказали, что это головная боль, чтобы их выходить, выносить там. И что, места у них нет? В детской экологической станции нам пояснили, летом и осенью к ним часто обращаются горожане с просьбой приютить найденных в тундре животных. Но содержать диких зверей возможности нет. Во-первых, они привыкли к совершенно другим условиям. Во-вторых, они могут быть больны. А это угроза для воспитанников учреждения. Специалисты предупреждают, не нужно вмешиваться в дикую природу, как бы этого ни хотелось. Самое лучшее, что могли сделать молодые люди – не делать ничего. В моей личной практике был случай, когда утка с утятами переходила достаточно широкую автомагистраль. В этот момент просто все водители остановились и дали спокойно перейти. И, может быть, в данном случае тоже следовало просто проконтролировать судьбу, чтобы утка с утятами перешла спокойно дорогу. Общение специалистов Александра Воробья не сложилось. Пока он самостоятельно решал, что делать, переселил утят в другой вольер. Сделал для них комфортабельный бассейн и заполнил его водой. Пока птицы маленькие, такое пристанище им и по вкусу, и по размеру. Но долго они здесь не задержатся. Постараемся выпустить их на волю, пообещал сердобольный молодой человек. Елена Золотилина, Феликс Россихин, Служба новостей «Импульс».